Инстаграм На все ваши вопросы, дорогие абитуриенты, вопросы, которые будут касаться, естественно, сдачи единого госэкзамена по обществознанию, ответит кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета Айрат Тухватуллин. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Начнем с вами сегодняшнюю работу. Как уже было сказано, я представляю Институт международных отношений, кафедру исторического и обществоведческого образования. Обществознание является наиболее массовым экзаменом, сдаваемый по выбору выпускниками. Востребованность результатов экзаменов для поступления на различные специальности и социально-гуманитарного и педагогического профилей связана с тем, что экзамен включает в себя проверку основ социально-философских, экономических, социальных и правовых знаний. Все эти знания изучаются в нашем Институте международных отношений, особенно в педагогических профилях института, где достаточно большое значение придается получению именно гуманитарного образования прежде всего. То есть абсолютно все эти названные, которые вы изучаете в предмете обществознания, они все практически попадаются и достаточно подробно изучаются. Что такое обществознание? Это само по себе дисциплина. Несмотря на то, что этот предмет является очень популярным среди абитуриентов, этот же предмет является одним из самых сложных. По сути, вы готовитесь к сдаче сразу пяти крупных дисциплин. Во-первых, это человек и общество, которое включает в себя различные философские аспекты развития общества, человека и человечества в истории. Во-вторых, это экономика, которая рассматривает абсолютно разные экономические проблемы. В-третьих, это социальные отношения, рассматривающие совокупность социальных отношений в обществе. В-четвертых, это политология, то есть проблема взаимодействия государства и общества. И в-пятых, естественно, это право. Фактически вы готовитесь к сдаче пяти различных дисциплин. Остановимся на организационных моментах и структуре. В этом году, в принципе, ничего не изменилось. Это, в принципе, конечно, достаточно хорошая новость. Поэтому те, кто начал готовиться к сдаче единого государственного экзамена еще в прошлом году, у вас есть определенный бонус. То есть то, что вы готовились в прошлом году, в принципе, это все сохраняется. На выполнение экзаменационных работы дается 3 часа 55 минут. Экзамен предусматривает высокие требования к уровню подготовки выпускников. Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 тестовых балла. На выполнение экзаменационной работы, как вы видите, отводится 3 часа 55 минут. Работа состоит из двух частей, которые включают 29 различных заданий. Первая часть – это 20 заданий с кратким ответом. Как раз на первой части мы сегодня подробнее и остановимся. Вторая часть содержит 9 заданий с развернутым ответом. Эти задания требуют полного ответа. То есть необходимо дать объяснение, описание или обоснование. Дополнительные материалы для сдачи экзамена, как и раньше, приносить с собой не рекомендуется. Контрольные измерительные материалы единого государственного экзамена по обществознанию проверяют знания пяти тематических модулей обществоведческого курса. Об этом я уже вам сказал. Еще раз напомню, это человек и общество фактически, это основы философских знаний, включая познание и духовную культуру, экономика, социальные отношения, политика и право. Часть первая содержит 20 заданий с кратким ответом. Задания 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, это задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня. Чуть позже мы на них с вами как раз и остановимся. В заданиях 5, 8, 14, 18 нужно установить соответствие позиций, представленных в двух множествах. Также в эту часть работы входят задания первые на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц. И задание 20, одно из наиболее сложных, одно из самых нелюбимых абитуриентами, на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. Поэтому в различных олимпиадных заданиях часто используются задания как раз типа 20, единого государственного экзамена. Вот обратим внимание как раз на задание первое. Обратите внимание, тут дается характеристика форм духовной культуры. То есть форма духовной культуры религия. Следовательно, мы здесь будем с вами думать о том, что здесь идет задание из модуля 1. Здесь могут быть задания абсолютно разные из различных всех пяти модулей. В данном случае модуль 1. Если религия это взгляды и представления людей, основанные на вере и сверхъестественной, то вам нужно догадаться, нужно знать или собственное знание показать, что такое сфера ценностей и норм регулирующих жизнь с позиции гуманизма, добра и справедливости. Но по сути вы должны знать, что это речь идет про мораль. Во-вторых, в приведенном ниже ряду найдите понятие, которое обобщает, которое является общим для всех остальных понятий. То есть оно самое широкое понятие. Не самое, допустим, понятие, которое вам понравилось или наобум. Например, прибыль, доход, зарплата, процент, рента. Обращая внимание, здесь вопрос стоит уже из второго модуля, из экономики. Следовательно, здесь общим фактически является, конечно же, доход в первую очередь. Рассмотрим третье задание. Здесь дается перечень различных характеристик. И все они, за исключением двух, относятся к признакам государства любого типа. Задание уже относится к третьему модулю. Точнее, к четвертому модулю, извините. Как видим, первые, вторые, третьи задания, они затрагивают весь курс обществознания. Вот этот момент вы должны хорошо для себя представлять. Итак, посмотрим, что здесь является исключением. Здесь мы ищем исключения, а не то, что подходит признаком государства любого типа. Раз государство любого типа, здесь рассматривается государство, начиная с древнего Шумера и завершая современным каким-нибудь Фиджи или Лихтенштейном. Это и есть государство любого типа. Итак, выпадают здесь 3 и 6. То есть, приоритет прав и свобод человека, оно появилось относительно недавно. То есть, в результате буржуазных революций нового времени. И установление реализации принципа разделения властей возникло тоже тогда же. Сначала в Англии, потом во Франции, постепенно во всех остальных странах мира. То есть, это не относится к признакам государства любого типа. Вот на эти моменты нужно очень серьезно обращать свое внимание. Потому что иногда люди, допустим, пишут, например, не относятся, допустим, право устанавливать и собирать налоги. Ну, налоги собирали и устанавливали во все времена и во всех государствах. Это тоже нужно знать. Задания 4 и 19, как вы видите, это базового и повышенного уровня. Они рассматривают уже сформированность ваших различных умений. Уже об этом говорилось. В работе есть задания на выбор, которые вот как раз обобщают понятия всех. Задания на соотнесение видовых понятий, на анализ информации в виде таблиц. Кроме того, вы должны уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, их место, значение в жизни общества как целостной системы. И говоря про общество как целостной системы, не забываем достаточно внимательнее посмотреть справочники при подготовке для ЕГЭ к обществу о знанию. Посмотреть учебники, которые включены в федеральный компонент, по которым вы учитесь, особенно учебник Боголюбова. Проблема общества, общественного развития, это фактически начало учебника за 10 класс, уважаемые старшеклассники. Обязательно у вас на столе должны лежать оба учебника за 10 и за 11 классы. Потому что именно там фактически и приводятся основные термины, основные понятия, которые вас в принципе будут спрашивать. И вы должны понимать, что общество это постоянно развивающаяся система. Она состоит из определенных элементов. Она постоянно находится в движении, причем движения не простое, а достаточно противоречивые. Если вот эти вещи сразу себе не понять, то в дальнейшем, конечно, вам будет очень сложно разобраться достаточно сложных заданий, в том числе единого государственного экзамена. Кроме того, вы должны уметь осуществлять поиск различной социальной информации, как мы с вами видели на примере, когда шла речь про мораль. То есть религия, мораль. Там могла быть наука, там могло быть искусство, там могло быть, допустим, все что угодно. А также применять свои знания на практике. Вот на практике имеется в виду как раз при сдаче единого государственного экзамена. Задание этой группы представляет традиционные пять тематических модулей. Вот обратите внимание, это очень важно. Четвертые и шестые задания, это задания, которые затрагивают как раз человека общества, включая познание и духовную культуру. Задания седьмые и десятые, они затрагивают экономику. Причем одно задание обязательно там связано с проблемами спроса и предложения. Законы спроса и предложения. Следующее социальное отношение, это, как правило, самые легкие задания. Здесь, в принципе, очень мало кто допускает серьезных ошибок. Одиннадцатые и двенадцатые задания. Из них, как правило, еще одно связано с таблицами. То есть умением анализировать таблицы, статистику. Там тоже есть свои секреты, лайфхаки свои. На этом еще мы с вами остановимся. Триннадцатые и пятнадцатые задания относятся к политической структуре. И, наконец, шестнадцатые и девятнадцатые задания, они относятся к праву. Они всегда идут под одними и теми же номерами. Поэтому, когда готовитесь, всегда имейте в виду. Потому что бывает так, что кто-то, допустим, достаточно хорошо разбирается в праве. Право, оно достаточно у нас интересный аспект. С одной стороны сложный, с другой стороны нет. Вот кто хорошо разбирается, можете сразу, допустим, получив контрольно-измерительные материалы, сесть и практически сразу, допустим, начать справа. Это шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый вопрос. Если вы хорошо разбирается в экономике, то можете сразу начать седьмого по десятый. Но это уже, естественно, зависит от того, на что вы больше ориентировались, к чему больше готовились. Иногда спрашивают, как оцениваются, каким образом оцениваются те или иные задания. Вот задания первые, третьи, первые, вторые, третьи, десятые, двенадцатые оцениваются одним баллом. Если вы правильно все написали, если правильно указали, то один балл. При этом есть очень важный момент, потому что первую часть, как правило, не как правило, а уже точно проверяет машина. Поэтому ваша задача, там, где требуется написание слова, слово нужно написать правильно, орфографически. Например, если напишите «мараль» через «а», «оба», то, естественно, машина может не зачесть. Там один балл. Иногда балл, конечно, является очень важным моментом. Поэтому стараемся не делать орфографических ошибок, поэтому стараемся выписывать понятия, соответственно, повесить в виде таблички для себя, вот как раз эти пять модулей, и постоянно их смотреть и запоминать. Это очень действенный метод для запоминания правописания. Это тоже очень важно. Понятно, если вы, допустим, иногда сейчас спрашиваете, а как быть, допустим, при написании, допустим, ответа на двадцать первый, двадцать четвертый вопрос, это работа с текстом, или двадцать пятый, двадцать девятый, иногда там бывают орфографические ошибки. Здесь, конечно, злоупотреблять тоже не надо, желательно все-таки стараться писать правильно. Но если парочка ошибок у вас будет, понятно, ситуация очень сложная, вы растерянный, вы немножечко в панике, иногда там небольшие ошибки бывают, но это, конечно, на усмотрение комиссии. Как правило, комиссии в этом отношении относятся лояльно, если ошибок мало. Но если ошибок много, конечно, могут вам это тоже не зачесть. Правильное выполнение заданий четвертого по девятый, одиннадцатый, а также с тринадцатого по двадцатый уже оцениваются двумя баллами, и там обратить внимание, есть свои же определенные требования. Понимаете, правильное выполнение заданий счастья второй также оценивается от двух до шести баллов. Вот обращаю внимание на двадцать первые, двадцать четвертые задания. Они в сумме дают десять баллов. То есть, поэтому призываю достаточно хорошо потренироваться именно по работе с текстом. У нас еще будут отдельные встречи где-то через некоторое время, когда мы с вами более подробно будем рассматривать, как правильно решать задания с текстом, как правильно решать задания с понятиями, с планом и прочими ситуациями написать сочинение, мини-сочинение. Но должен сказать, что очень важным, очень действенным является ситуация, когда вы хорошо практически на зубок отвечаете на задания с двадцать первой по двадцать четвертой. В сумме это дает десять баллов. То есть, фактически одну шестую часть. Для интереса могу сказать, что мини-сочинение, оно дает всего лишь шесть баллов. Шесть баллов, оно, конечно же, тоже очень важно, но эти шесть баллов, конечно, получить достаточно сложно. А вот получить десять баллов именно по текстовой структуре, здесь уже я серьезных проблем не вижу. Давайте посмотрим дальше. Обратите внимание на четвертое задание, оно уже по духовной сфере. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которые они указаны. Здесь может быть два правильных ответа, может быть три правильных ответа, а иногда бывает и четыре. Ваша задача не выискивать, сколько два ответа я записал, значит, все верно. Ваша задача смотреть, какие ответы здесь правильные. Вот о чем речь тут идет. Обратите внимание, здесь три правильных ответа, значит, соответственно, правильными ответами здесь является первый, второй, пятый. Следующее вот как раз уже установление соответствия между методами и уровнями научного познания. Тоже, кстати, очень интересная тема научное познание. Оно связано, опять же, обратите внимание, с уровнями познания, эмпирически, теоретически. И, допустим, это часто достаточно тоже встречающиеся типы задания. И вот здесь обратите внимание, методы, а наблюдение, допустим, куда, допустим, относятся, к какому уровню научного познания. Наблюдаю это значит смотрю, значит я осуществляю на практике. В данном случае это относится к эмпирическому. Эксперимент, соответственно, тоже к эмпирическому. И описание объекта тоже к эмпирическому. А вот когда мы уже начинаем взаимосвязи формулировать или искать закономерности, то когда мы уже начинаем думать головой, здесь уже начинается теоретическое. Вот подобного рода задания, они могут быть связаны, опять же, с религией, могут быть связаны с моралью, культурой, элитарной культурой, народной культурой и так далее. То есть задания абсолютно достаточно интересные и разные бывают. Вот, например, шестое задание как раз вопрос касается массовой культуры. Когда отвечаем на этот вопрос, тоже ищем не два-три правильных ответа, они должны быть, они могут быть даже четыре, еще раз повторяю. Здесь же ищем то, что подходит к массовой культуре. Первое это подходит не к массовой, а к элитарной культуре. Использование в фильме народной музыки, эпических сюжетов, это, скорее всего, народной относится. Вот третье, да, должно подойти. Четвертое, в принципе, должно подойти. Шестое тоже должно подойти. Смотрим, правильно, ответ 3, 4, 6. Потому что пятое это тоже относится уже в большей степени к элитарной. Но вы можете запутаться на втором ответе, обратить внимание. Использование в фильме народной музыки, эпических сюжетов. То есть, раз фильм, оно обязательно должно вам казаться, что это, допустим, массовая культура. А если это, допустим, опера, а опера уже относится к элитарной культуре, как вы прекрасно понимаете. А если это просто сказка какая-нибудь, допустим, мультфильм или еще что-нибудь, это уже, конечно, относится не к массовой, а к элитарной или даже к народной культуре. Поэтому очень внимательно смотрим. Вот 3, 4, 6 здесь, конечно же, больше подходит. Седьмое задание. Вот начинаются уже вопросы, связанные с экономикой. Отличительные черты рыночной экономики. Здесь тоже обращаем внимание на то, где правильные могут быть здесь ответы. Например, государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. Это уже не рыночная экономика, это централизованная экономика. И, соответственно, правильные ответы здесь 2, 4 и 5. Обратите внимание подробно. То есть, соотношение спроса и предложения производители, опять же, конкурируют за спрос потребностей, каждый вправе свободно распоряжаться. А там, где говорится, централизованные, плановые или, допустим, традиции, аграрные общества или характерный опыт предков, тут волшебными словами, как я это иногда называю, они относятся, соответственно, уже не к рыночной экономике, а к традиционной или государственной, или плановой экономике. То есть, тоже здесь есть свои небольшие хитрости. Обратите внимание. Опять же, восьмое задание – это соответствие между примерами и видами издержек. В данном случае, опять же, достаточно интересное. Задание здесь приводится. Подобные задания встречаются достаточно часто. Постоянные и переменные. Ну, здесь я, конечно, не буду вам сейчас пересказывать, что такое постоянные издержки и переменные, просто на примерах посмотрим. Оклад администрации – это постоянные издержки. Неважно, сколько вы там выпускаете продукции, неважно, работаете вы в данный момент или нет, вот конкретно, допустим, с рабочими, вы в любом случае будете получать свой оклад, сколько вам положено. А вот сдельная оплата – это уже переменные издержки, потому что она зависит от того, сколько работники сделали. Арендная плата за помещение, опять же, постоянный ведь издержек. Приобретение сырья, сырья, оно нам нужно для изготовления новых продуктов, это, естественно, относится к переменным издержкам. Идем дальше. Вот владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Какие источники формирования бизнеса, финансированные бизнесы они могут использовать? Очень важная тема, кстати. Мало кто на эту тему обращает внимание, из-за этого достаточно большой процент брака, так скажем, условно говоря. Речь идет о источнике финансирования бизнеса, то есть это вопрос кодификатора и называется «рациональное ведение хозяйства». Последний вопрос. Кстати, очень важным аспектом при подготовке ЕГЭ является использование кодификатора, там, где прописаны основные темы. Но не обязательно нужно идти по этим темам, по пунктам 1.1, 1.2, 1.3. Я, например, предлагаю вообще начать с 1.1, это человек, как биосоциальное существо, а потом сразу перейти к 1.8, это там, где общество само рассматривается в целом. И рассмотрев относительно легкие вопросы, уже вернуться к сложным вопросам, связанным с познанием. Это начиная с 1.2 и заканчивая 1.6. 1.7 уже оно касается больше философских проблем, свободы, необходимости и обязанностей. Поэтому предлагаю вам вот такую схему 1.1, потом 1.8, проходим до конца и, соответственно, обратно возвращаемся уже к 1.2, для того, чтобы вам было проще. А вот в экономике, то ситуация немножко другая, здесь мы уже можем идти достаточно подробно и дойти, допустим, с 1.1 до 16. Последний вопрос, как раз это рациональное ведение хозяйства. Итак, посмотрим, какие же источники. 1.4.6. Привлечение кредитов, это да, это источник финансирования. Прибыль от реализации продукции предприятия, это источник. Выпуск и размещение акций предприятия, это тоже источник. А все остальное, налоговое отчисление, это все-таки не источник, это мы платим, это не нам дают, а мы платим. Повышение производительства труда, это не источник, это просто производительства труда, это рост производственных сил в данном предприятии, ну и так далее. Идем дальше. Вот как раз те самые графики, о которых я вам говорил. На графике изображено изменение предложения легковых автомобилей на рынке, то есть кривая предложение переместилась из положения С в положение С1. Сначала определяем, что здесь произошло. Здесь выросло предложение. Если стрелочка стоит и смотрит наоборот, то здесь у нас получится, что предложение наоборот снизилось. Итак, какие факторы повлияли? Повлияли, значит, первые и третьи. Обратите внимание, снижение возраста получения водительского удостоверения. Кстати, это вопрос сейчас рассматривается законодательными органами власти в Российской Федерации. Не приводит к росту предложения автомобилей. Это вообще никак их не касается. То есть, тоже, допустим, рост, например, налогов на производителей автомобиля не окажет никакого воздействия, например, на спрос. Вот, допустим, снижение возраста получения водительского удостоверения, оно повлияет в большей степени на спрос, чем на предложение. Поэтому вот на эти аспекты тоже внимательно и осторожно смотрим. Идем дальше. Итак, 11-12, как я вам уже и говорил, это вопросы, связанные с социологией. Вот, обсуждение социальной стратификации. Здесь нужно, конечно же, опять же, понимать основные термины социальные. Это стратификация, это мобильность, это социальная динамика, это социальные группы, социальные конфликты, девиация, девиантность и прочие-прочие-прочие термины. Их там не так уж и много, поэтому, по сути, вот 11-е задание, оно касается определенного, так скажем, момента, связанного с социальными отношениями. Опять же, рассмотрим сразу ответ, видим здесь второй, третий, пятый. Второй, третий, пятый, ответы здесь правильные. Один, первый, это любые изменения, происходящие в обществе, это не социальная стратификация. Дальше, социальная стратификация предполагает выделение социальных слоев в зависимости от личных качеств человека. Нет, социальная стратификация это не предполагает. Она предполагает, как мы видим, вторые, третьи, пятые позиции. Вот как раз 12 задание, оно относительно легкое. Здесь, кстати, ничего сложного для изучения данного вопроса мы не видим. Например, вопрос дается, зачем вы работаете, какова ваша трудовая мотивация, и вам нужно, соответственно, найти ответы. Половина юношей работают для того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе и своей семье. Действительно, обратим внимание, вот как раз я работаю для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. И действительно, 50% это и есть половина. Это ответ правильный. Проверим остальные, да. Первые, вторые, третьи вопросы будут правильные. Четвертые, пятые позиции уже нет. Равные доли, это значит, они должны совпадать. Большая доля, это значит, юношей должно быть больше, чем девушек в соответствующих позициях. То есть, здесь очень важно внимание. Внимательно смотрим на задание. Итак, теперь уже вопросы, которые идут по политической сфере. Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите цифры, которым они указаны. Естественно, смотрим то, что касается лидеров. И обратите внимание, здесь как раз-то связаны типы политического лидерства. Харизматические, авторитарные, легальные и другие. И теперь смотрим, какие из них правильные. Вот 1, 3, 4 правильные. Потому что авторитарный стиль, оно все-таки лидер не учитывает мнение ведомых. Лидер, как правило, в данной ситуации диктует свое мнение. Отсюда оно и называется авторитарным. Поэтому вот этих вещах тоже нужно хорошо знать и разбираться. Задание 14 проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора. Проверяем их по обществу о знании. А задание 16 это знание основ конституционного строя Российской Федерации. Здесь единственный момент, где у нас могли произойти определенные изменения. Поэтому внимательно смотрим в различных группах ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и других телеграм-каналах. Некоторые ведут внимательно смотрим. Тем более появились уже пояснения, какие именно изменения произошли в Конституции. Как они будут, допустим, использоваться в ходе нашего экзамена. Вот единственная сложность этого года это изменение Конституции. Поэтому вы должны достаточно хорошенько посмотреть вот те главы, которые касаются вот субъектов государственной власти Российской Федерации. А также права и обязанности субъектов Федерации. Здесь идет речь уже о тех или иных краях, губерниях, областях, республиках и так далее. Итак, смотрим, какие же все-таки здесь функции совпадают. Итак, утверждение изменения границ между субъектами Совета Федерации. Федеральной собственностью управляет правительство. Должность председателя устанавливает Дума. Разработка федерального бюджета правительства. Вот здесь, кстати, не путаем принятие федерального бюджета и разработка федерального бюджета. Это разные вещи. Осуществление помилования, естественно, это президент Российской Федерации. То есть, этот вопрос вам нужно смотреть по спецификации, где там достаточно подробно расписывается, где что посмотреть. На каких главах, какой глава, допустим, Конституции, какая глава налогового кодекса, какая глава трудового кодекса и так далее. Там все описывается достаточно подробно. Пятнадцатое задание, это теоретическое задание. Обращая внимание, здесь нужно найти то, что относится к пропорциональной избирательной системе. Смотрим, здесь ответ 3, 4, 5. Пропорциональная система и мажоритарная избирательная система. Хотя вопросы могут быть абсолютно по разным аспектам политической науки. В 16-м уже вопросы конституционных обязанностей гражданина Российской Федерации. Они в целом не изменились, они те же самые. И поэтому тут основные как раз-то и представлены. Это сохранение культурного и исторического наследия, а также защита Отечества. Но есть и другие обязанности, которые вы тоже должны знать. Вот теперь система российского права. Это уже правовые аспекты, начались вопросы, связанные с правовыми аспектами. Обратите внимание, тут уже конкретные достаточно вопросы. Смотрим на ответы. Второе, четвертое, пятое. Обратите внимание, иногда путают то, что административное право регулирует имущественные, связанные с ними лично-неимущественные отношения. Иногда путают. На самом деле это не административное право регулирует, а гражданское. То есть вот на эти аспекты обращаем достаточно серьезное внимание. Опять соответствие. Тут уже нужно находить права и обязанности. Здесь статус налогоплательщика. Этот статус очень конкретно, четко представляется. И поэтому здесь серьезных разночтений быть не может. Быть не может. И для проверки мы здесь используем уже налоговый кодекс. Итак, ответы здесь 1.1.2.2.1. То есть требовать соблюдения и сохранения налоговой тайны – это ваше право. А вот уплачивать законно установленные налоги и сборы – это уже ваша обязанность. Автомеханика Роман нашел новую работу по специальности. Здесь дается определенная ситуация. Причем ситуация может быть не обязательна по трудовому кодексу. Она может быть здесь и по гражданскому кодексу, по административному, по уголовному. То есть по всем основным кодексам. И что Роман должен предъявить работодателю? Может быть даже семейный кодекс. Например, кто-то пошел заключать брак и нужно ли, допустим, принести брачный договор. И соответствующие ответы тут идут. Ну, здесь, естественно, посмотрим, что тут по трудовому кодексу он обязан предъявить. Ну, соответственно, паспорт должен, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. Ну, и диплом о профильном образовании. Выписку финансово-лицевого счета и регистрации права собственности на жилое помещение ему предъявлять не обязательно. Потому что все это нужные, необходимые данные у него написаны в паспорте. И вот прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. И, соответственно, слова тут даются в именительном падеже. Они, в принципе, в каждом задании достаточно часто используются. И, соответственно, вот обратите внимание, список терминов приводится. И задание, оно проверяет ваше умение систематизировать, анализировать и обобщать соответствующую информацию. Правильный ответ здесь будет 2, 1, 8, 5, 4, 9. То есть, деятельность, потребность, индивид, естественный, социальный, идеальный. Должен сказать, что все эти задания я взял с демо-версии, с демо-варианта. Поэтому можете еще раз найти время и спокойно просмотреть это все в демо-варианте. Что касается уже заданий из 21-24, то они объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. Научно-популярный текст, опять же, может быть любой из всех этих пяти модулей. 21-22 должны правильно находить необходимую информацию. Об этом еще мы с вами подробнее остановимся в следующей встрече. Задание 23 нацелено на характеристику текста или его отдельных положений. А 24 предполагает уже использование информации текста для того, чтобы проверить ваше умение анализировать, понимать и использовать тот или иной текст. Вот основные моменты, связанные с сдачей, подготовкой к ЕГЭ. Итак, теперь ваши вопросы. У нас есть ряд вопросов, которые мы подготовили заранее. Давайте начнем, наверное, с банальных. Какие источники вообще лучше всего использовать для подготовки к единому государственному экзамену? Я уже говорил об этом, в принципе, в начале нашего занятия, нашего встречи. В первую очередь учебники, которые включены в федеральный перечень учебников. В первую очередь. Потом нужно рассматривать учебные пособия, которые сделаны под руководством авторов Котовой и Лисковой. Потому что эти авторы работают в федеральном институте педагогических измерений. Именно этот институт и готовят основные задания. И по своей практике могу сказать, что многие задания, действительно, которые мы прорешиваем в ходе наших занятий, в том числе и в подготовительных курсах института международных отношений, достаточно часто совпадают. Еще можно использовать различного рода справочники. Их достаточно много, они есть и в интернете, они есть и в продаже. То есть справочник для подготовки для поступающих в единый государственный экзамен. Там очень важно, еще раз повторяю, просмотреть учебники, боголюбовские учебники, а или же других, которые есть в федеральном перечне, на правильное знание этих понятий. Прежде всего, потому что очень много, к сожалению, случаев, когда обучающиеся абитуриенту дают не совсем правильное понимание этого понятия. Оно не обязательно должно совпадать слово-слово в ответе. По крайней мере, вы должны показать, что вы понимаете, владеете этим понятием, можете его использовать. Это, естественно, в учебниках, это вот как раз в теоретических материалах и решебниках Котова и Лискова и различного рода справочников для подготовки к обществу знаний. Есть у нас еще такой вопрос. В какой части ошибки делают чаще всего? На что нужно обратить внимание? Я, так понимаю, здесь имеется в виду как механические ошибки, опечатки и так далее, так и вообще не совсем верное понимание, может быть, вопроса. Да, я понял. Самые серьезные недостатки – это у нас правовой как раз аспект. Об этом я тоже, в принципе, начал было говорить. Да, именно в правовом аспекте самые большие пробелы. Потому что правовой аспект, он все-таки требует конкретного знания. Конкретного знания Конституции, конкретного знания Кодекса, Семейного Кодекса, Трудового Кодекса, Уголовного Кодекса и так далее. Все, что там, допустим, есть в различных справочниках и учебных материалах. К сожалению, тут. Еще один момент, где они очень сильно дают, так скажем, оплошности, это почему-то они не могут разобраться с проблемой территориального устройства государства и системой правления. Тут ничего сложного нет. Территориальное устройство – это федерация, унитарное государство, конфедерация. Три позиции. Система правления здесь у нас республика и монархия, которые, в свою очередь, делятся на два-три позиции. Вроде бы ничего сложного, но, к сожалению, там много ошибок допускается. Понятно, что ошибки достаточно серьезные допускаются как раз в вопросах, связанных с обществом, как системой. Почему я и говорю, сразу на 1.8 нужно перейти. А также связанные с вопросами, с познанием, например, философскими вопросами, мировоззрением, научными методами познания, которые мы сегодня тоже с вами здесь просматривали. Опять-таки, кратко об этом, конечно, говорили, но все-таки, какого плана вопросы по экономике встречаются в ЕГЭ по обществознанию? Вопросы по экономике ЕГЭ по обществознанию нужно рассматривать по кодификатору соответствующему. Это второй модуль экономика, она называется, и там достаточно подробно приводятся основные как раз понятия. Что обычно любят спрашивать? Налоги. Любят спрашивать экономические системы. Вы уже видели, что проблема спроса и предложения – это обязательный вопрос, поэтому его нужно знать в первую очередь. И что еще достаточно часто спрашивают? Издержки, о которых мы с вами только что говорили. Ну и вообще все, что связано с ценными бумагами или денежно-кредитной системой, тоже спрашивают. То есть экономику нужно знать и микро, и макро достаточно хорошо. Вот раз заговорили про экономику, у нас есть конкретный вопрос. Читала, что многие заваливаются на вопросе про федеральные и региональные налоги. Можете объяснить вкратце эту тему? Ну, федеральные и региональные налоги, еще раз повторяю, нужно рассмотреть, опять же, вот как раз по спецификатору. То есть я вам сейчас не собираюсь в лекции рассказать, какие налоги относятся к федеральным или региональным. Моя задача – вас научить, где искать необходимую информацию. Дается, еще раз повторяю, три документа. Это первый кодификатор, спецификация и еще один документ, как раз вот демо-версия, которую мы с вами рассмотрели. Открываем кодификатор, находим, где находится у нас, в каком вопросе это может попасться, проблема вот этого соотношения федерального и регионального. Это, как правило, вопрос, связанный либо с экономикой, либо с политикой. И, соответственно, спецификации смотрим, какие главы налогового кодекса нужно рассмотреть. Потому что законодательство часто меняется, как вы видите. И то, что вчера было федеральной собственностью, сегодня может стать региональным или, наоборот, даже местным. Поэтому очень внимательно смотрим там. То есть по спецификатору. Там, где касается налогов, налоговый кодекс, там достаточно четко это место показано. Большое спасибо за столь развернутые ответы. А я напоминаю, что это был Инсталайф, а вернее Инсты ЕГЭС Института Международных Отношений Казанского Федерального Университета. На ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, отвечал кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и общественного образования Института Международных Отношений Казанского Федерального Университета Айрат Тухватуллин. Еще раз большое спасибо. Смотрите УниверТВ, смотрите Инсталайфы. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!